Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТДК-42 дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Внедрение обязательного медицинского страхования начнется уже в следующем году. Новая система будет построена на обязательных страховых платежах государства, работодателей, работников и так называемой категории самозанятых людей. То, как будет работать нововведение, населению объясняют специалисты. Об обязательном медицинском страховании в республике начали говорить уже давно. Опыт, внедренный в европейских странах порядка нескольких десятилетий назад, на законодательном уровне в Казахстане был закреплен только в прошлом году. Система обязательного медицинского страхования включает в себя два пакета. Первый – базовый, представляющий собой гарантированный государством объем медицинской помощи. Скорая помощь, санитарная авиация, профилактические прививки и медицинская помощь в экстренных случаях. Специалисты обещают, что этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Второй пакет будет охватывать виды дополнительной медицинской помощи, не вошедшей в базовый. Воспользоваться этими услугами смогут все те граждане, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории республики, за которых перечислялись взносы. Особенность внедрения в фонду обязательного медицинского страхования заключается в солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан. Отчисление будет производиться поэтапно. Работодателям начнутся отчисления уже с июля 2017 года. Обязательные ежемесячные взносы в фонд медицинского страхования работники должны будут отчислять с 2019 года, начиная с 1%. Работодатели уже с 2017 года от 2%. Освободят от отчисления лишь социально уязвимые свои населения. За эту категорию взносы сделает государство. В их перечень войдут и работающие граждане, пенсионеры, студенты, военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов. Денежные взносы за медицинские услуги неизбежны, но платить люди готовы лишь за качественные услуги. Обязательное медицинское страхование, наверное, это правильно. Я жду от новой системы улучшения качества оказываемых услуг. Сегодня у пациентов возникает много неудобств. К примеру, то, что и детей, и взрослых принимает один врач. Это не совсем правильно. Надеюсь, что изменения устранят эти пробелы в медицине. Как покажет себя новая система, неизвестно. Но ее разработчики уверены, что медицинское страхование положительно отразится на увеличении продолжительности жизни людей, что позволит достичь уровня развитых стран. Марина Горбук, Дорин Досимпиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области туберкулезных больных будут лечить в поликлиниках. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения. Чиновники отметили, что правительством одобрена интегрированная модель контроля этой болезни на ближайшие 10 лет. В ней предусмотрено расширение амбулаторного лечения больных туберкулезом. В долгосрочной стратегии «Казахстан-2050» поставлена задача создания необходимых условий для повышения уровня доступности медицинской помощи. А профилактическая медицина должна стать основным инструментом предупреждения заболеваний, в том числе туберкулеза. Модель интегрированного контроля туберкулеза позволит к 2019 году снизить заболеваемость этим недугом до 57 человек на 100 тысяч населения. В 2014 году на учёте стояло 1064 больных, сейчас у нас на учёте стоит 900 больных. Идёт снижение заболеваемости туберкулеза. К концу года планируется передача штатов птизиагров в поликлиники и по МСП. И, значит, функция лечения, наблюдения диспансерного будет передана в по МСП. Это облегчит самому населению как появление туберкулеза, так и лечение. Расширится амбулаторное лечение. Врачи отмечают, что людям, приходящим на приём в поликлинике, не стоит опасаться больных туберкулезом. Пациенты с открытой формой этой болезни будут лечиться в стационарах. Больных стало меньше. Снижение туберкулеза идёт, явное снижение туберкулеза. За счёт этого идёт снижение конечного фонда. И вообще сейчас идёт приоритет амбулаторного лечения. То есть, если больной заболел, то и не плюсовой он, то идёт лучше, конечно, лечиться амбулаторно. Нина Саенко в своих 67 лет впервые заболела туберкулезом. Женщина во всём полагается на врачей-профессионалов. Я заболела, вроде закашляла, пошла в поликлинику, лечение проходила, лечение мне не поддалось. Потом послали меня на анализы и выявили плюсовой туберкулез. Я считаю, что если нужно здесь лечиться, значит, нужно здесь лечиться. Я, например, не настаиваю, чтобы мне там выписывали, как лечение пройдёт нормально, и скажут, что я нормально здесь вылечилась, значит, я пойду дальше лечение в поликлинику. Стоит отметить, что к 2030 году в Казахстане ставят задачу полностью искоренить туберкулез. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям ищут тело 28-летнего жителя села Долина Теректинского района. Он упал в реку Солянка, когда на водоеме по неизвестной причине перевернулась лодка. Как выяснилось, этот трагический случай стал не единственным. Ещё одна трагедия на рыбалке произошла в Акжейкском районе. Данные факты зарегистрированы в Акжейкском районе, в Мергенском сельском округе. Очевидцами извлечён труп гражданина 1957 года рождения. Следующий факт зарегистрирован в Теректинском районе, в посёлке Долина на реке Солянка. На сегодняшний день ведутся поиски гражданина 1988 года рождения. Жители города недовольны соседством с предприятием по приёму металла. Люди говорят, что постоянный шум и запах отравляют им жизнь. В компании, которая принимает вторсырьё, утверждают, что они работают в рамках действующего законодательства. Наши корреспонденты попытались разобраться в причинах конфликта. Жилые дома расположены впритык к промышленному предприятию. Здесь работа кипит с утра до вечера. Металл для более удобной погрузки в железнодорожные вагоны вначале режут. Затем идёт погрузка. Рабочий процесс, естественно, сопровождается повышенным уровнем шума. Людям, живущим неподалёку, это доставляет массу неудобств. Жить невозможно, ребят, понимаете. У меня уже дом, вот две трещины, вот эта стенка, которая здесь вот к этому, у меня она вся попала. Одна сторона и вторая сторона. Это предприятие вообще втор цвет мет. Причём здесь чёрный лом. Вот это идёт промышленная погрузка чёрного лома, понимаете? Промышленная. Вот мне интересно, кто им дал разрешение. Жители уже обращались к своему участковому, но он не стал заниматься этим делом. С утра начинается погрузка, не поспать ничего нельзя. Даже вот, допустим, дом у нас трещина, скоро дом развалится. От потолка до самого дома трещины. Там ужас просто, что творится. Да, воняет этот запах, это страшный гаренький, дым идёт постоянно. Учредитель предприятия отметил, что у него есть на руках все разрешительные документы. И он работает по закону. Предприятие наше называется Урал-Фтормед. Работаем согласно лицензии. Лицензии есть, документы все есть. И, в принципе, с соседями мы со всеми хорошо общаемся, дружим. Претензий ни у кого никогда не будет. Единственное, у нас Лена иногда бывает разногласия. Это тоже без претензий, да? Какие? Не знаю. Он никогда нам не высказывал свои претензии. Ну, просто они говорят, что иногда шум и запах. Вот, шум, запах. Запах чего? Скажите мне, пожалуйста, вот вы, соседи, запах чего? Запах и карбита, и всего запаха. Карбита? Да. Если касается карбита, то у нас ни одно производство, ничем мы не занимаемся именно карбит. У нас нет карбита. У нас пропан и кислород. Сейчас жители собираются обращаться с жалобой на действия предпринимателей в прокуратуру. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. А в Западно-Казахстанской области вынесен переговор по делу о незаконной перевозке рогов сайгаков. 28 августа 2016 года гражданин Ибрагим был задержан, и в его автомашине были обнаружены пакеты, в которых находились рога краснокнижных животных в количестве 26 штук. Подозреваемый, недолго думая, сообщил сотрудникам полиции, что пакеты с рогами сайгаков он нашел неподалеку от села Жаксыбай Женебекского района. Приговором районного суда от 28 сентября 2016 года Ибрагим признан виновным по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которому ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограниченной свободы. Горожанский иск на сумму 11 миллионов тенге удовлетворен. В Уральске в здании Нур-Отан прошла акция «Народный юрист», организованная с целью оказания квалифицированной юридической консультации населению, куда мог обратиться каждый гражданин с интересующим его вопросом и получить ответ у квалифицированных специалистов совершенно бесплатно. Данная акция направлена на поднятие уровня юридической правовой грамотности населения. Подробности в сюжете. Социальная акция под названием «Народный юрист» была организована Департаментом юстиции совместно с Нотариальной палатой Западной Казахстанской области. Квалифицированную юридическую консультацию населению совершенно бесплатно оказывали адвокаты, нотариусы и юристы государственных органов. 20 человек проводим консультацию. Это также как адвокаты, нотариусы и органы юстиции, плюс к тому же Центры обслуживания населения и Центры выплаты пенсии. Также есть у нас отдел земельных отношений, всех, которые проводят правовую пропаганду, всем лицам, которые нуждаются правовой консультацией. По словам специалистов, участвующих в акции «Народный юрист», подобные социальные мероприятия приносят населению огромную пользу в увеличении уровня юридической правовой грамотности. Ведь здесь каждый желающий напрямую мог обсудить различные вопросы. Это и уголовные, уголовно-процессальные, трудовые, жилищные, земельные, семейные, конституционные и другие. Но, как утверждают представители нотариальной палаты, подобные социальные акции не получают должной информативности для населения, и не все граждане знают о ее проведении. Нам бы хотелось бы, чтобы город в лице Акимата откликнулся на такие социальные акции. Помогали нам привлечь как можно больше людей для того, чтобы они сегодня получили квалифицированную юридическую бесплатную помощь. Я больше чем уверена, что очень многие не знают, несмотря на то, что мы это сделали максимально информативно. В акции, в которой приняло участие 20 квалифицированных специалистов, спектр вопросов, по которым обращались граждане, оказался очень широк. Это и трудовые вопросы, связанные с увольнением и сокращением сотрудников, земельные вопросы касательно раздела имущества. А также было оказано множество консультаций по поводу привлечения к административной ответственности. Эта акция, наверное, не зря появилась вообще в Казахстане, потому что доступ к такой консультации бесплатный, к сожалению, у нас очень значительно сократился. В связи с рыночными отношениями, все сейчас адвокаты, юристы, все коммерческие, в принципе. Чтобы идти на какую-то консультацию, надо определенную сумму внести. За консультацией к специалистам во время акции обратилось немало человек. Среди них и Айдана Бекбатырова, которая ощутила на себе все плюсы этой акции. Эта акция очень полезна для простых людей, ведь чтобы получить консультацию юриста вне акции, необходимо выложить приличную сумму денег. А здесь это делается бесплатно. Я сюда пришла за консультацией по поводу легализации имущества. И мне здесь оказал консультацию по моему вопросу квалифицированный специалист. Мне очень приятно, что у нас проходят такие акции. И надеюсь, что и в дальнейшем подобных акций в нашем городе будет больше. Хочу поблагодарить организаторов за такую возможность. Сергей Уланов, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Вот такие акции действительно нужны гражданам, потому что уровень юридической грамотности в нашем регионе, да и в стране в целом, оставляет желать лучшего. На сегодняшний день из-за безграмотности населения все чаще встречаются случаи нежелательных разбирательств и нежелательные последствия этих разбирательств, которые можно было бы избежать, предпринимая необходимые действия, установленные законодательством. В одной из таких ситуаций оказалась одна из семей нашего города. Подробности в сюжете. Семья Мустафьевых в 2001 году по устной договоренности со своим родственником приехали жить на его землю, которой он не занимался. Взамен этому они дали ему крупнорогатый скот. При этом документы не переоформлялись и никаких расписок сделано не было. За годы жизни на этой земле семья Мустафьевых обустроила территорию и заканчивают строительство дома. Но их родственник в 2015 году потребовал, чтобы они съехали с его земли. Мы договорились с родственником о том, что будем жить на этой земле. За это мы дали ему скот. Мы приехали сюда в 2001 году и начали потихоньку обустраивать эту территорию. Тогда здесь не было никакой инфраструктуры. Мы построили маленькое временное убежище, потом мы взяли кредит и начали строить большой дом. И почти завершили его строительство. Все это делалось с разрешения родственника, владельца этой земли. Но в прошлом году он сказал нам, чтобы мы съезжали с этой земли, потому что она его и подал на нас суд. Уже было несколько судебных разбирательств. Результаты постоянно откладываются. Теперь ожидаем еще один суд. Соседи недоумевают, как такое может быть, ведь семья прожила здесь уже 16 лет. Он был неосвоенный участок. Они самые первые начали осваивать участок. Прежних хозяев мы вообще в глаза не видели. Они этот участок осваивали. Они строили здесь, построили времянку, они там жили. Потом дом огромный, дети брали, кредит строили. А вот теперь вот смотрите, что творится. Все ломает, все вот это, потому что прежние хозяев житья не дают им. А мы вот рядом живем, мы же видим все на наших глазах. Любая сделка, какая бы ни была, если она свыше 100 МРТ, должна оформляться письменно. А отдельные сделки, например, с недвижимостью, с землей, должны оформляться нотариально. Это требование закона. Если это не оформлено в установленном порядке, то все правовые последствия уже будут расстаниваться как порциональным ухудшением этого гражданина самого. Все споры, где возникает спор, либо в судебном порядке, либо сейчас возник институт медиации. То есть, если не хотят судиться, идите к медиатору, договаривайтесь как-то, утверждайте это мировое соглашение, то оно тоже будет как-то уже исполняться в установленном порядке. Подобные ситуации, как отмечают адвокаты, в настоящее время не редкость. И то, что люди не делают расписки, либо нотариально не оформляют какие-либо сделки, очень распространено. И решать подобные проблемы следует только в судебном порядке. Сергей Уланов, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК 42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.